Всем привет! Это видео будет про мою духовку. У меня уже есть на канале такое видео, но в связи с тем, что информация про мою духовку существенно изменилась, я считаю, что важно рассказать о том, что с ней произошло спустя полтора года эксплуатации. Тем, кому интересно про духовку для выпечки хлеба, смотрите это видео до конца. Итак, у меня встроенная духовка, встроенный духовой шкаф электролюкс с функцией подачи пара. Вначале у меня были проблемы с панелью управления, то есть она начала отклеиваться, вываливаться и по гарантии, в принципе, мне этот вопрос решили, но на этом, скажем, недостатки и технические проблемы с духовкой у меня не закончились. Следующим таким неприятным моментом стало то, что резинка уплотнительная, которая находится по периметру самой духовки, она у меня просто-напросто разорвалась, причем в двух местах. Это произошло в то время, когда духовка еще была на гарантии, и в ответ на мое обращение в сервисный центр мне очень, на мой взгляд, не тактично и грубо написали о том, что духовку нужно было мыть, поэтому обмен резинки не входит в гарантийный случай. Конечно же, я обратилась в компанию Электролюкс, написала, скинула скриншот нашей переписки и написала, что даже если это не гарантийный случай, это не дает права вашим сотрудникам отвечать в таком ключе своим клиентам. Конечно же, духовка у меня моется регулярно, и поскольку пеку я в ней практически только хлеб, и другого, собственно, ничего не готовлю, она у меня довольно чистая, я считаю, но сейчас я вам покажу, это посмотрите. Далее, мне все-таки заменили уплотнительную резинку по гарантии, долго извинялись и сказали, что это единичный случай, обычно у нас все в порядке, все хорошо. Ну, ладно, замечательно, на этом я думала, что все, завершится моя история с духовкой, я буду ей пользоваться, и дальше выпекать все будет прекрасно. Однако, саму резиночку я ждала очень долго, примерно месяца два, но в конце концов получила, мы ее установили, но буквально спустя 7-8 месяцев у меня вот такая вот ситуация. То есть, в очередной раз уже новая уплотнительная резинка оборвалась в двух местах, сейчас я вам покажу поближе, как это выглядит. Ну вот, чтобы вы понимали, резиночка, она крепится по периметру на таких вот щипчиках, да, то есть, если железочка, которая зацепляется за край, и, собственно, вот так вот она в натянутом состоянии располагается. Сначала у меня отщелкнулась вот здесь, потом у меня отщелкнулась вот здесь. Я опять повторно написала в компании, что считаю, что вот эта уплотнительная резинка изготавливается либо не по размеру, потому что, ну, нереально, да, ребят, ну, несколько месяцев и она треснула. Причем вы видите, что она чистая, здесь нет ни грязи, ни нагара какого-то, то есть, здесь только крошки от муки, от хлеба, которые, ну, у меня могут появиться. Так вот, мне ответили, что не знают, в чем проблема у меня, и все должно быть окей. Ну, в общем, толков больше я никаких не добилась. Ну и, конечно же, год уже прошел, сейчас в моей духовке полтора года, и ни о какой гарантии уже речи не идет. Это видео я снимаю не к тому, что, допустим, мне жалко денег на замену вот этой уплотнительной резинки, а к тому, что меня убеждали, что это единичный случай, и все на самом деле у них в порядке и с размерами, и с материалом самой резинки. Но, как оказалось, проблема остается, причем, ну, когда я сняла сторис и выложила у себя в Инстаграм эту ситуацию, мне очень многие подписчики написали, что у них такая же ситуация именно с духовкой Электролюкс. Поэтому, если у вас тоже такая проблема существует, обязательно оставьте комментарий к этому видео. Может быть, так мы, наконец, достучимся с вами до производителя, и они подумают над тем, чтобы все-таки пересмотреть либо размеры резинки, либо материал, из которого она изготавливается. Сама уплотнительная резинка стоит 2600 рублей, как мне сказали в сервисном центре. Но, да даже проблема не в этом. Если бы это было заявлено как расходный материал, который можно было бы менять каждые полгода, скажем, дело в том, что эту резинку нужно ожидать как минимум месяц-два, то есть пока она доедет из Европы. И когда у вас случается вот такая вот ситуация, и пар выходит из духовки, причем у меня здесь рядом находится посудоморка, которая теоретически тоже может выйти из строя, плюс фасады кухни, потому что на них попадает горячий пар. Это как-то должно все-таки учитываться, и если это расходный материал, значит, он должен быть в наличии в сервисном центре, и клиенты должны иметь к нему доступ. На самом деле получается довольно обидно, ведь духовка, в принципе, печет неплохо. Но вот из-за этого дурацкого дешевого косяка, в принципе, да, то есть вот эта вот деталюшка резиновая, она портит все дело. И, конечно же, когда я буду выбирать себе новую духовку электролюкс, я больше не куплю. И по причине такого вот, ну, достаточно некорректного, как я считаю, отношения к своим клиентам, ну и, конечно, по причине того, что мне не хочется просто-напросто ждать, пока мне привезут эту резинку из Европы один-два месяца. Ну, а вас, дорогие подписчики, я хочу попросить написать под этим видео комментарий, какая духовка у вас, устраивает ли, как она печет, потому что, ну, в скором времени я буду стоять перед выбором себе новой духовочки, и, конечно же, мне не хочется опять наколоться, попасть в такую вот неприятную ситуацию, и на новой кухне мне хочется все-таки иметь ту духовку, с которой будет минимум проблем. Поэтому очень вас прошу, оставьте, пожалуйста, отзыв о своей духовке, о той, которой вы пользовались или пользуетесь сейчас, которая вам нравится. Ну, и, конечно же, напишите, если у вас электролюкс, и у вас такая же проблема, как у меня. Если это видео было для вас полезно, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал, если еще не подписаны. До встречи в следующем видео! Субтитры сделал DimaTorzok